Уважаемые друзья, коллеги, сегодня у нас вторая лекция по палеопочеловедению, теперь уже действительно по палеопочеловедению. Сейчас у нас некоторое количество лекций прождет Александр Олегович Макеев. Я рада вам его представить, тем, кто его вдруг не знает, если. Александр Олегович у нас очень давно читает лекции по палеопочеловедению на факультете почеловедения МГУ и на географическом факультете. Эти лекции всегда пользуются большим успехом. Я сама очень люблю эти лекции, поэтому мне приятно нашего сегодняшнего лектора представлять. Еще хочу сказать, что Александр Олегович вообще в палеопочеловедении с большим стажем. Он очень долгие годы представлял Международную палеопочвенную комиссию как секретарь. И, по-моему, когда-то даже как вице-президент. Правильно, Александр Олегович? Если я правильно понимаю. Да, было такое. Да, было такое. А сейчас он является, возглавляет рабочую группу палеопочвенную в Докучаевском российском обществе почеловедов. И вообще очень активно работает в этой области. Поэтому он, конечно, читает лекции не просто как лектор университетский, а вот как большой специалист в этом вопросе. Сейчас Александр Олегович будет читать лекцию, а потом вы будете иметь возможность задать вопросы. Пожалуйста, Александр Олегович, можно начинать. Спасибо. Я, наверное, включаю демонстрацию экрана, да? Да. А вы отключили, вы должны тогда мне дать возможность. А у меня не включена демонстрация экрана. Нет, я должен включить свою. Да, да, вы, вы. Вы мне должны разрешить, это, по-моему, там есть такая кнопка безопасности. Это, наверное, не я, а тот, кто ведет техническое подачи Андрея Захаров или кто там. Кто у нас отвечает за техническую сторону вопроса, я не знаю. Кто-то мне должен дать такую возможность. Андрей Валерьевич написан как организатор. Андрей Валерьевич, дайте, пожалуйста, Александру Олеговичу такую возможность. Андрей Валерьевич нас не слышит. А, Андрей Валерьевич у нас не подключился, у него были какие-то проблемы. Мне уже дали такую возможность. Все, дали, все, прекрасно. Вот, да, вот я выбрал экран. Его, наверное, видно теперь, да, экран? Да, видно, спасибо. Начинаем. Мне надо включить сейчас его полную силу. Вот. Ну вот, засмущала меня, конечно, Мария Артомовна. Вот, ну, как-то будем разбираться. Надо сказать, что действительно мы начинаем вот лекции по, собственно, палео-почеловедению, потому что предыдущая лекция, она была прочитана как введение, как ликбез своеобразный по почвам, по том, как они могут записывать информацию и так далее, и так далее. Все это вы помните. А сегодня я, собственно, перейду к предмету и задачам палео-почеловедения. Но прежде чем это сделать, я хочу сказать, что вот традицию проведения школ попалио-почвенных, вот летних школ для молодых ученых, заложила Мария Ивановна Дергачева. Вот она здесь присутствует, значит, на этом фотографии. И она организовала, ну, совместно, конечно, с нами, с большим коллективом российских ученых и международных ученых, организовала 10 школ таких в Алтайском крае. Вот здесь вот, собственно говоря, один из временных срезов. Это последняя, десятая школа. Вы видите довольно много молодежи и довольно много маститных ученых, в том числе и зарубежных. Так вот, Ахмед Мермут, Больган Цех, ну и так далее. Поэтому, конечно, вот с огромной благодарностью мы сегодня, я думаю, хороший повод ее вспомнить. А мы теперь переходим, собственно, к предмету палео-почвоведения. Прежде всего, что такое палео-почва. Ну, все вы знаете, и все мы, конечно, изучаем и наблюдаем, даже не почвоведы, постоянно наблюдаем почву, которая присутствует в современном почвенном покрове, достаточно на огороде выкопать ямку, ну или тем более сделать какой-то разрез. Но в данном случае мы хотим отметить, что палео-почвы были всегда, даже как всегда были геологические процессы, биогеосферные циклы и так далее, и так далее. И палео-почвоведение как раз изучает вот эти палео-почвы. Определение у них очень простое. Это почвы, которые сформировались под воздействием былых природных обстановок в геологическом прошлом. И, соответственно, палео-почвоведение – это наука, изучающая почвы прошлых геологических эпох с целью получения информации о природной среде. Вот здесь представлен достаточно полный разрез лесово-почвенной серии, типичной для Соединенных Штатов Америки, для Северной Америки. И вы как раз видите здесь вот эти вот многочисленные темные полосы – это горизонты палео-почв. И, в частности, вот эта вот, например, это знаменитая почва последнего Междневековья, называется она у них Сангамонская. Мы когда будем рассматривать архивы лесово-почв, мы о ней специально поговорим. А пока, как и положено в серьезной науке, я надеюсь, возражений особых нет, мы все-таки скажем несколько слов о палео-почвоведении, об истории возникновения палео-почв, палео-почвоведения и о первых упоминаниях палео-почв. Вот, надо сказать, что с самого начала к этому были причастны достаточно крупные ученые с мировым именем. Вот первое упоминание, первое описание палео-почв в четвертичных отложениях принадлежит генералу Нуиджу Фернандо Рафа де Марсильи. Вот он был довольно крупный исследователь, исследовал 650 километров побережья Дуная вдоль турецко-австрийской границы. Тогда была такая граница, можете себе представить. И вот он очень дал такое, как бы сказать, очень научное описание. А, Б, С – это ведь горизонты Докучаевского почвенного профиля, но, тем не менее, вот он так называл свои горизонты и впервые указал, достаточно научно дал описание этим слоям. Вот, например, А – это черная плодородная карбонатная почва, А, С – это желтоватая коричневая почва с карбонатным течением, в том числе конкрециями, лёсовыми прослойами. Представляете, как научно это тогда звучало в 1726 году. А вообще он был очень крупный учёный, основатель океанографии и других дисциплин. Кроме того, был ещё и военный, его захватили в плен, он много лет провёл в турецком плену. Вот такое вот первое упоминание о палео-почве. Затем, конечно, мы должны вспомнить Михаила Васильевича Ломоносова, которого, между прочим, Докучаев считал основателем почвоведения, а Вернадский считал основателем палео-почвоведения. Вот в своей знаменитой книге «О слоях земных» он как раз дал первое описание погребённых почв как палеоархивы, как архивы палео-географической информации, что очень важно. И он вообще, ну понятно, что он энциклопедист, он на 25 лет опередил, между прочим, Джеймса Хаттона с его теорией земли хаттонианской. И вот, к сожалению, его работа «О слоях земных» была переведена на английский язык только в 2012 году, и поэтому долгое время оставалось неизвестным как западным читателем, хотя писал он их отчасти на материале немецком по результатам своего обучения в Марбур. Джеймс Хаттон – это основатель научной геологии, основатель принципа актуализма. Он впервые описал палео-почвы в так называемых геологических несогласиях. Вы видите, вот далегают несогласно различные геологические отложения, и вот на границе раздела сред как раз очень часто представлены палео-почвы. В данном случае это вот, видите, значит, Девонский палео-почвы, который он впервые написал в 1795 году. Ну и, наконец, Вильям Баклан. Это был основатель, один из основателей палеонтологии. Он впервые описал так называемых мегалозавров, теперь их называют динозавры, вот в слоях юрского берега на юге Англии. Он был дорситский священник, жил в корпусе соответствующем, и настолько был увлеченный своими находками, что даже на столе в своем доме, он на обеденном столе держал капролиты, так сказать, динозавров, естественно, окаменевшие. Вот он написал, помимо своих палеонтологических находоков, грязный прослой, черная плесень и галька. Теперь, между прочим, этот берег юрский – это объект культурного наследия, природного наследия ЮНЕСКО, и одни из самых хорошо изученных палео-почв. Значит, это будут называться рензины, то есть по нашему берномо-карбонатной почвы. Вот видите, тут сохранились и следы карст и так далее, вот такие ландшафты, и прекрасно окаменевшие деревья. В общем, это вот такой вот один из основателей палео-почвоведения. Что нам дает изучение вот этих самых историй палео-почв? Оно дает нам понимание того, что палео-почвоведение сразу зарождалось как мультидисциплинарная наука на стыке различных отраслей знаний. И то, что к его зарождению причастны, конечно, очень крупные ученые своего времени, основатели целого ряда наук, таких как геология, палеонтология, океанография, археология и агро-почвоведение. Ну, конечно, настоящее представление, научное представление о палео-почвах, о палео-почвоведении как научной дисциплине, не могло зародиться до зарождения базовых концепций почвоведения, а именно палео-почвенного профиля, почвенного профиля как парогенетической ассоциации горизонтов и почвенной географии. И сделал это, как вы, конечно, знаете все, Василий Васильевич Докучаев в своей знаменитой диссертации, потом книга была издана в 1883 году под названием «Русский чернозем». Но вот, глядя на эту книгу, конечно, если присмотреться, это ее первое издание, я думаю, что вопрос возникает даже у тех, кто не связан напрямую с почвоведением. Книга называется «Русский чернозем», а на картинке изображено, в общем, что-то другое. Вот смотрите, например, как выглядит «Русский чернозем», а здесь вот это вот такая вот картинка. Что же это такое? Оказалось, что Докучаев поместил на обложку своей книги почвы, новообразованные почвы, Старой Ладожской крепости. Вот на этих стенах они, кстати, приведены в порядок, как вы знаете. Старая Ладога хорошо очень реконструирована, ничего там такого не осталось. Но тогда Докучаев изучил почвы возрастом 760 лет на тот момент. Вот они теперь представлены, этот монолит в Центральном музее почвоведения имени Докучаева в Санкт-Петербурге. И почему он это сделал? Потому что Докучаев очень большое значение придавал времени как фактору почвеобразования. И даже на своей книге про чернозем он счел необходимым поместить именно почвы, именно новообразованные почвы, чтобы подсеркнуть важность фактора времени. Естественно, изучение поля почв продолжилось его многочисленными учениками. Прежде всего, это вот его непосредственно соратники Академия Глинка, который сформулировал новую научную дисциплину задачи исторического почвоведения. И Борис Борисович Полынов, который предложил термин «паля почвоведения». Это были два ленинградских ученых, петербургских и ленинградских. Но все бы хорошо, и мы бы так дальше и пошли с этим пониманием, если бы не возник другой петербургский писатель с мировым именем, конечно, Владимир Набоков, который написал в 1955 году свою книгу «Лолита» знаменитую. По ней вот сейчас, кстати, поставили оперу, как вы знаете, в Москве. И в этой книжке мало кто обращал внимания. В обведении он пишет от имени главного героя, что вот я родился в 1910 году, в 30 лет женился на англичанке, дочери альпиниста, внучке двух дарсетских пасторов, экспертах по замысловатым предметам, палеопедологии и иоловым арфом. Что же это получается, если так вот примерно считать, что Гумберг Гумберг является проправнуком дарсетского пастора, а тот палеопочеловед. Это при том, что, вообще-то говоря, никто палеопочеловедом тогда этого человека не называл. Кто же это был? Как вы можете себе представить, это был тот самый Вильям Бакланд. И, по-видимому, Набоков, это неизвестная страница, во всяком случае, не всем известная. Я, в музее Набокова пытался выяснить его жизни. Он ведь был ученый, путешествовал много, и в том числе в Англии. И вот он, видимо, таким образом воспринял наследие вот этого Вильяма Бакланд. Но это некоторое отступление от прямой линии. Хотя, значит, вот теперь мы можем сказать, что выделить так называемые критические точки в развитии палеопочеловедения как научной дисциплины. Мы можем сказать, что пионерные описания палеопочи, они идут у нас с 18 века. Формулирование базовых концепций уже на фоне науки генетической почвоведения с 904 года с работы Глинки. Ну и, наконец, современный этап, когда уже установлена стратеграфия, появилась возможность применять данные палеопочи для палеогеографической деконструкции. Затем возникли методы абсолютного датирования, анализомологического состава. И, наконец, в 65-м году была основана Международная палеопочевная комиссия, которая обеспечивает широкое международное сотрудничество. Теперь палеопочвы. Какие же бывают у нас палеопочвы? Естественно, первое, что возникает и приходит в голову, когда мы о них думаем, это погребенные почвы. И действительно, огромный пласт исследований палеопочв посвящен погребенным палеопочвам. Но, помимо этого, выделяются еще реэкспонированные почвы. По-английски они называются exfume. Ну, сгумированные как-то не очень хорошо переводить, да, это уже из гигналистики. Но, тем не менее, вот реэкспонированные почвы, то есть бывшие погребенные. И, наконец, поверхностные палеопочвы. Обо всех этих почвах мы сегодня и в дальнейших лекциях будем с вами говорить. И, наконец, в самое последнее время настолько возрос интерес к палеопочвам со стороны археологии, геоархеологии, что мы теперь включаем сюда и объект археологического почвоведения. Вот такие у нас бывают виды и разновидности, так сказать, палеопочв. Ну, давайте примеры несколько рассмотрим, поскольку у нас все-таки элекционный путь. Вот погребенные почвы, да, погребены отложениями достаточно мощными, чтобы современные процессы почвовы вызывания не затрагивали ее по всей мощности профиля. Вот примеры два, да. Погребенный подзол, вот видите, горизонты Е, БАЖ, БС, это вот по западной терминологии юлювиально-железистость, да, ну и горизонт С, перекрытые слоями пойменных отложений, алювиальных отложений. А здесь представлена типичная картина лесово-почвенной серии. Вот представлена почва, по-видимому, последнего нежелезняковья, значит, с горизонтом БТ, со светлым горизонтом и с мощным гумусом горизонта, да. Вот, потом идет опять залегание толщи лесового отложений и другая погребенная почва. Вот такие вот погребенные палеопочвы. Реэкспонированные почвы. Вот, между прочим, вот это обнажение, мы в основном на нем работали во время вот этих наших летних полевушек в Алтайском крае, на берегу реки Аби. Здесь представлен прекрасный триплет такой, да, вот с этими погребенными почвами. Но здесь они в погребенном состоянии, а здесь они выходят на поверхность и становятся реэкспонироваными. Это вот картинка для того, чтобы понять вам, как, собственно говоря, происходит вот это реэкспонирование. Немножко изменился наклон, в результате тектоники, эрозия немножко срезала, и вот они уже на поверхности и, естественно, увлекаются процессом современного почвообразования. А вот здесь вообще пазл, да. Представьте себе, глинистая тропическая почва, видите, она красная такая, хорошо выветрилая. Но где она представлена? Она представлена в степной зоне, в Леносе. То есть это вот зерновой пояс, как вы знаете, да, кукурузный, зерновой. Значит, и не зная законов, вот, собственно говоря, поля почведения, невозможно объяснить ее наличие в этом месте. На самом деле, это действительно реэкспонированная почва, которая в силу биологических процессов, геморфологически, биологически была реэкспонирована и находится теперь в сфере современного почвеобразования. Наконец, поверхностные поля почвы. Вот надо сказать, что есть области, где понятийный аппарат поля почвоведения и генетического почвоведения смыкаются. И то, что называется полигенетичная почва с точки зрения генетического почвоведения, поля почвы называются поверхностные поля почвы. То есть это почвы с обилием реликтовых признаков. И вот представьте себе, что если раньше считалось, что эти почвы, в общем-то, достаточно какая-то редкая вещь, то теперь большинство полноголоценных почв, вообще значительная часть почв мира, почвы покрова мира, представлены поверхностными полиопочвами или полигенетичными почвами. И фактически ни один международный почвный конгресс не отходится без одного или даже нескольких симпозиумов, посвященных этим почвам. И задача их изучения, она представляется, во всяком случае для нас, одной из наиболее интересных задач, вообще говоря, в почвоведении. Вот здесь представлены достаточно древние красноцветные почвы в аридной зоне, они могут сохраняться миллионы лет, поскольку там, допустим, на плоских поверхностях Высокой Африки или на Деканском плоскогорье у нас достаточно могут быть торможены процессы. Эрозии, кроме того, достаточно плотные панцири, которые, кстати, представляют огромную проблему для сельского хозяйства. Ну, это вот такие вот поверхностные полиопочвы. А вот эта почва со вторым гумусом горизонтом Владимирского поля, тоже большая загадка, как они формируются. Ну, и алюмиальные горизонты, и вулканические почвы. Это все мир поверхностных полиопочв или полигенетических почв. Надо сказать, что у полиопочв очень разнообразные отношения с литогенезом. Естественно, они же вовлечены в различные геологические циклы. И вот этот моногенетический почвный профиль, то есть когда почва представлена только горизонтом, который формируется сейчас под воздействием теперешней, сегодняшней природной обстановки, это достаточно редкий случай. Как мы уже говорили, полигенетический профиль, полигенетический профиль, это гораздо более распространенное явление. Кроме того, полиопочвы могут иметь срезанный профиль, называется Truncated Paleosol. В данном случае здесь видите, как представлен этот горизонт, горизонт БТ, почва последнего Грязняковья, а над ним бумусовый горизонт уже совсем другой почвы. Вот, потому что предыдущий был срезан, верхушка была срезана. Кроме того, может быть растянутый профиль, когда сочетается почвеобразование с дилентогенез, как, например, в альвальных или вулканических почвах. Может быть составной профиль, мы его рассмотрим. И, наконец, достаточно распространенный и очень сложный вариант, снивоенный профиль или педокомплекс, или склеенный полиопочв. Насаженный друг на друга в полиопочвах. Это, в общем, достаточно частое сочетание такое. Ну, посмотрим все по порядку. Вот, например, почвы у нас верхние беловые. И, несмотря на то, что они литифицированы, они представлены достаточно полным профилем, где присутствует весь набор горизонта, включая верхний горизонт А. То есть это редкий случай, когда почва не срезана. Дальше идет горизонт БК, БТК, то есть очевидно, что почва полигенетичная. Горизонт БТ имеет вот эти кутаны, структуру ореховатую. И в то же время, значит, имеется карбонатное образование, которое, видимо, пришли диагенетическим путем сверху. А вот профиль в соседнем обнажении представлен уже срезанным вариантом, когда верхний горизонт – это горизонт БТ с кутанами, ореховатый. Но, тем не менее, вот он сохранился, а верхние горизонты были срезаны. Мы должны работать уже с тем, что мы имеем, начиная вот с этого горизонта БТ, где представлена ореховатая структура и опять те же самые карбонатные образования, которые проникли сюда. Это уже в другую стадию, в другую фазу кучевообразования. Составной профиль – это когда профиль разделены прослоем осадка, не затронутого кучевообразования. Ну, вот тут, в общем, достаточно простая картина. Вот, скажем, пример – это, в данном случае, алювиальная почва, торфианистая. И вы видите, вот здесь практически не затронутый кучевообразованием прослоем осадка. А вот схема метакомплексов. Мы с ними будем много работать, поэтому я в данном случае обхожусь без картинки. Даю просто схему. Как вы видите, значит, сверху представлен горизонт, верхний гумусовый горизонт верхней поля почвы, да? Потом горизонт БТ, опять же, сформированный в верхнем осадке. Но вот уже кучевообразование, естественно, не граничивается одним горизонтом БТ. И уже горизонт БС, карбонатный, верхней почвы, накладывается на горизонт БТ нижней почвы. Вы видите, да? Вот. И только потом идут уже горизонт БТ нижней почвы и горизонт С нижней почвы. То есть вот такая сложная картина, когда мощность вот этого верхнего осадка, разделяющего две почвы, недостаточно для того, чтобы отделить эффекты кучевообразования верхней почвы и нижней почвы. Получается вот такой вот предокомплекс или сложный, склеенный, сдвоенный профиль поля почвы. Ну вот один из примеров – это, вот видите, сдвоенный БТ, разделенный прослоем осадка. Это почва последнего Мужеледниковия в Германии. Вот гумусовый горизонт сверху представлен. А горизонт БТ вот разделяется прослоем осадка. А здесь, значит, у нас комбисоль, вот почва с таким не очень развитым горизонтом ВВУ, который выделяется только по цвету и структуре. Но он насажен непосредственно на почву лесную, типа любая соль. Видите, горизонт есть Е, горизонт БТ, лесная, лесеверная почва, на которую накладывается другой профиль, фактически без промежутка. Нет промежутка, нет осадка, которая их разделяет. Это вот тоже педокомплекс. Теперь, значит, такие бывают вещи, что эти педокомплексы могут иметь достаточно сложную структуру и даже быть представлены горизонтами из разных Межеледниковий. Вот представьте себе, что вот это вот у нас Сангамонская почва, то есть почва последняя Межеледниковия, но мощность леса, в котором она сформирована, достаточно мала в данном случае, и она насажена непосредственно на Ярмановскую почву. Это предыдущее Межеледниковие, предпоследнее Межеледниковие. Потому что мощность этого осадка, она достаточно мала. Часто бывает, что они, эти погребенные почвы, смыкаются и с поверхностями, то есть они становятся совсем не глубоко погребенными, о чем у нас будет тоже идти отдельный разговор в одной из наших лекций. Меня вообще слышно? Как-то я вот никого не вижу. Ну, хорошо, все слышно. Прекрасно. Да, передо мной полный... Сейчас, знаете, выведу... Извините, я сейчас выведу вас, чтобы у меня была картинка на... Вот, вот так. Просто один человек, и все слышно хорошо. Ага, понятно. Сейчас я просто выведу вас на отдельный экран, чтобы я кого-то видел с лицами даже. Вот, спасибо. Так лучше. Так вот, такие, значит, бывают очень сложные педокомплексы. Теперь, вот, часто эти палеопочвы образуют достаточно причудливые включения в геологических отложениях. Вот, например, значит, представлены вот эти почвы лесовые, да, среди болотных отложений, да. Вот. И вот эта фотография, а это вот схема. А здесь, представьте себе, вот, моногенетичный профиль, да, вот он здесь сдваивается из-за того, что так шло осадкое накопление, да, и превращается уже в педокомплекс из двух почв. А здесь он же сдваивается, еще раз стыкуется с нижним горизонтом палеопочвы, и уже представлен туда комплексными трех почв. Вот эта вот схемка, а здесь, значит, вот такая картинка. То есть, достаточно сложное сочетание. Что еще может происходить с палеопочвами, помимо вот такого раздвоения, срезания, полигенеза и так далее? Поскольку погребенные почвы – это ископаемые тела, но в отличие от других ископаемых тел, они преобразуют с диагенезом. А диагенез – это вся совокупность химических, биологических и физических процессов, определяющих изменение почвы после погребения более молодыми отложениями. И включает она всю совокупность изменений, происходящих при температурах до 200 градусов и давлении, не очень большом давлении, так скажем. Что же это такое? Вот известный палеопочвовед Дэн Яллон, он предложил такое понятие вуальдиогенеза образная, для того, чтобы показать, как будто бы со временем на палеопочву накидывается некий вуаль. Вот видите, значит, плотность ее возрастает, особенно вот при таких больших возрастах почвы. И при возрасте вот уже десятки и сотки тысяч лет, исходные свойства почвы могут полностью затушевываться в диагенез. Вот такие вот достаточно серьезные уже трансформации могут происходить с палеопочвами. Диагенез включает в себя, ну прежде всего, конечно, потерю растительного покрова. Он уже, значит, загорает, погребение минерализуется. Изменение реакции среды, потери и трансформации органического вещества. Вот Мария Франк-Глазовская, вообще довольно много таких подсчетов. Игорь Васильевич Иванов делал такие расчеты. Но в данном случае я приведу вот Мария Франк-Глазовскую, которая посчитала, что после погребения происходит постепенное разрушение гумуса. Через 300 лет сохраняется 70% гумуса. После 4000 лет 40% гумуса. И, наконец, в самых древних пути. Сохраняется всего лишь 6-7% исходного органического вещества. Это при том, что это органическое вещество, яркость горизонта, его темный свет может сохраняться. Часто очень происходит окисление железных соединений, покраснение палеопочв. Детит превращается в гематит. А на противоритных условиях дегидротация гидридов, превращение его в гипс. Или наоборот может происходить вторичное глиение. Неаморфизм карбонатов, вторичное карбоначивание, симентация кальцитов и так далее. Часто происходит изменение нейрологического состава первичных и глинистых минералов. Перечислены разные варианты. Уплотнение, изменение порового пространства. Что нам важно понять, что почвенные свойства обладают различной устойчивостью к диагенезу. И вот наиболее устойчивый – это, конечно, балловой глинометрический состав. Характер порисности, агрегатное строение. Даже при уплотнении оно все равно у нас по типу сохраняется. Но надо сказать, что с палеопочв могут происходить гораздо более значительные изменения, которые уже называются метаморфизмом. Так же, как породы метаморфические, почва, попадая в геологические циклы, также подвергается метаморфизму. Такие изменения наблюдаются при температурах выше 200 градусов и очень высоких давлениях, которые обеспечивают формирование новых ассоциаций минералов. То есть понятно, что почва очень сильно меняется по своему облику. И тем не менее, многие свойства почв сохраняются, такие как структура, набор горизонтов, ну, скажем, бывшие ходы корней мы можем увидеть. То есть тем не менее, с такими палеопочвами тоже можно продолжать работать. Вот Академия Герасимова, который, кстати, был первым президентом Международной палеопочвенной комиссии, вот он предложил такое понятие педалит. Помимо того, что почвы могут меняться на месте, вовлекаясь, конечно, погребаясь на большую глубину и так далее, еще почвенный материал может переноситься со склонными процессами и формировать синтетационные горизонты, состоящие преимущественно из почвенного материала. Все, конечно, это знают, такие случаи. Вот он предложил название педалит. Педалиты сформированы отдельными тонкими слоями, образованными при сносе почвенного горизонта. Горизонтное строение, естественно, нарушено. И, тем не менее, такие палеопочвы, такие образования все равно представляют большой интерес, потому что они каким-то образом сохраняют часть исходных свойств. Поэтому они тоже входят, собственно говоря, в объект изучения палеопочвоведения. Вот тут вот показаны два случая, Виктор Аганечович разобрал. Первый – это когда происходит денудация различных горизонтов коры выветривания с последующим молодым педагенезом, что часто ставит, кстати, ставило, вернее, ну и ставит, наверное, в тупик почвоведов, да, которые, вот, скажем, выделяли красноземы, как современные почвы, да, желтоземы, буроземы. Да, а на самом деле это новообразованные почвы, результат молодого педагенеза на каждой ступени денудации коры выветривания. Но при этом, что происходит со снесенными материалами, тоже достаточно интересно, потому что на вот этих уже, так сказать, педалитах различного качества, да, тоже формируется почва, которая может отличаться и мимикрироваться, так сказать, под вот эти древние красноземы или желтоземы. Вот, а на самом деле это молодые почвы, наследующие цветы состав материнских пород, передложенных горизонтов коры выветривания. Ну и, наконец, это все как бы еще не самые такие масштабные изменения, которые происходят с поля почвы. Вот, понятно, что все мы помним про большой геологический круговорот, который занимает, так сказать, сотни миллионов лет иногда, да. Вот, я могу только черту здесь хочу, что вот на вот этом этапе, этапе выветривания кристаллических пород и формирования осадочных пород, этот круговорот сопровождается такими биосферными биологическими циклами. Малый биологический круговорот. И вот этот круговорот, он, естественно, не обходится без почвы. То есть миграция биогенных элементов в ландшафте невозможна без почвы. И формирование и разрушение почвенного покрова, переотложение поля почвы, это непрерывное звено геологического круговорота на протяжении всей геологической истории Земли. И поля почвы играет ключевую роль в расширении биологической составляющей, биологического круговорота. Вот, есть такое учение о геологической роли живого вещества. Первую работу по этому поводу написал академик Вернадский в 19-м году в Киеве во время Красного террора. И основные постулаты этого направления такие, что о характере почвеобразования и ландшафтной обстановке в целом можно судить не только по сравнительно редким находкам поля почвы, но и по характеру геологических отложений, испытавших на себе воздействие почвеобразования. Это вот в этой знаменитой брошюре 1904 года сказал Клинка. А Владимир Иванович Вернадский писал, что взаимодействие жизни и почвы на протяжении геологической истории Земли не только формирует собственно поля почвы, но и преобразует всю земную кору. Ну и, наконец, Иннокентий Петрович Герасимов писал, что история суборальных отложений – это история поля почвы. Вот исходя из этого, мы, конечно, можем несколько шире взглянуть на предмет поля почвоведения. Мария Федоровна Глазовская в одной из своих последних монографий 2009 года привела такое понятие педалитосфера. И мы здесь видим, что современная педосфера занимает только в общем относительно небольшую часть вот этой самой педалитосферы. А педалитосфера – это вся совокупность почв и продуктов их вовлечения в геологический другого рода. В зависимости от времени этого вовлечения, можно выделить неопедалитосферу и палеопедалитосферу. И только потом идет собственно литосфера, которая не затронута в процессе почвозования, или, так сказать, давно была затронута, так скажем, в процессе почвозования. Вот такое очень важное понятие педалитосферы. Что же в нее входит? Давайте вернемся к определению палеопочв, которые мы выделили по тому, как его утвердили на Международном палеопочвном освещании в 1993 году, когда почвы, вы видите, бывают у нас погребенные, непогребенные и реэкспонированные, да, и еще объекты археологического почвоведения. Но мы теперь можем сказать, что сюда же мы должны включить и продукты вовлечения палеопочв в биогеосферные циклы. А сюда входят педолиты, о которых мы говорили, коры выветривания. Надо сказать, что почва является, как мы знаем, активной частью коры выветривания, но в палеопочведни, когда и то, и то уже неактивно и погребено, то большой разницы между почвой и коров выветриванием в этом смысле нет. Все это когда-то были продукты почвозования. Сюда входит значительная часть тиригенных осадочных пород, прошедших через этапы, через циклы почвеобразования, и даже часть метамархических пород, которые тоже могли пройти через циклы почвеобразования. И таким образом получается, что палеопочвоведение – это наука о педолитосфере. То есть мы далеко не всегда имеем предметом изучения собственно профиля, сохранившиеся или частично сохранившиеся профиля палеопочв, но и изучаем продукты вовлечения палеопочв в биогеосферной цирке. И таким образом палеопочвы – это наука о педолитосфере. Исходя из этого подхода, мы можем сказать, что палеопочвы, конечно, уже сейчас не экзотика. Если лет 30-40 назад, скажем, палеопочвы рассматривались как экзотика, во всяком случае до 4-4 тысячной почвы, вот такие, как вот эти, например, то сейчас мы знаем, что они распространены очень широко, и их научили распознавать. Сейчас все больше и больше появляются сведения о наличии тех или иных палеопочв, которые раньше просто не замечали. Но еще шире распространены продукты педолитосферы. И изучение педолитосферы дает нам фактически непрерывную биохимическую запись эволюции природной среды даже при отсутствии собственных палеопочв. Ну, наряду с этим, конечно, как я уже сказал, растет и число находок профилей древнейших палеопочв, и материалы по отдельным профилям палеопочв вкладываются в биохимическую запись как ячейки периодическую систему. И мы таким образом можем даже предсказывать свойства неоткрытых палеопочв в позитиментационной и геохимической обстановке геологического периода. Виктор Абрамович Ковда, он был президентом Международного союза наук о почвах в 70-х годах, и в 73-м году он выпустил замечательный двухтомник «Основы учения о почвах». И вот во втором томе у него был довольно большой раздел, посвященный истории педолитосферы. В 73-м году, как я уже сказал, о четвертичных палеопочвах практически не было ничего известно, и мало кто верил в существование. Тем не менее, Виктор Абрамович по сегментационной геохимической обстановке геологических периодов сумел достаточно точно и правильно рассказать нам, как эволюционировала педосфера, какие появлялись обстановки, в которых формировались теленые почвы. И мы таким образом сейчас видим, что вот эти новые находки палеопочвы, они подтверждают правильность его заключения, которое он сделал вовсе не на основе собственной палеопочвы, а на основе изучения продуктов педолитосферы. Так что вот такая очень поучительная история. И действительно, в очень многих работах, посвященных до четвертичным палеопочвам, геологи и палеопочвоведы, которые работают с до четвертичными почвами, они изучают как раз вот эти вот породы, прошедшие через циклы почвообразования. Теперь мы перейдем с вами к задачам палеопочвоведения. Вот что такое изучение палеопочвы? Как ни странно, но первая задача – это обнаружение. Надо сказать, что вот если вы посмотрите на вот эту картинку, то, конечно, у вас не возникнет такого ощущения, что здесь палеопочву сложно обнаружить. Действительно, это вот у нас тефропалеопочвенная серия мексиканская, да, вот. И вот видите, значит, у нас, кстати, будет посвящена отдельная лекция этому архиву, вот. И мы видим, что здесь прекрасно выделяется гумусный горизон погребенной почвы, над ним опять слой тефры, и в нем опять сформирована почва. Казалось бы, все просто, но далеко не всегда легко распознать, обнаружить палеопочву. Следующая задача – это ландшафтная интерпретация палеопочвы. Это то, чем мы, палеопочвоведы, наверное, интересны вот вам в кругу наших смежных специальностей различных, потому что от вас, в принципе, поступают запросы, чтобы мы по почвам помогли вам дополнить вашу картину о ландшафтной обстановке в прошлом. Ну и, конечно, есть целый ряд прикладных задач, о них, наверное, в этом курсе не будем говорить, такие, как, скажем, связанные с виноделием, считать, что на палеопочвах самые лучшие, самые дорогие вина из винограда, получается. Ну и так далее. Короче говоря, обнаружение палеопочв. Вот, скажем, вот здесь, да, не имея достаточного опыта и, так сказать, не ожидая, достаточно непросто обнаружить палеопочву, вот у нее протарозойская, кстати, ботемпийская почва, между слоями конгломерата. Но, тем не менее, после того, как ее выделили, в ней можно выделить определенные горизонты, можно увидеть сохранившуюся структуру, вот эти вот карбонатные новообразования, потом мы видим здесь проникновение карбонатных путан по трещинам, то есть мы каким-то образом можем уже поработать с обстановкой ландшафтной, какой-то аридной, полуаридной. Но в то же время мы также выделяем в этой почве еще и, видите, обесцвеченные зоны, значит, и ожелезненные зоны, то есть какая-то здесь неустойчивость водного режима с периодом, при увлажнении, усыхании, это все мы видим вот по этой самой вот толщи при внимательном досмотрении. Или, например, вот почвенный кембрийском базальт, тоже не имея определенного опыта, очень сложно разглядеть здесь почву, литифицированную, естественно, и ее каким-то образом описать. Но в целом почвенные профили определяются аналогично современные, то есть выделяется группа горизонтов или отдельные горизонты, поскольку весь профиль может быть частично эрадирован, и дальше уже начинается работа с ними по известному алгоритму. Но прежде всего в древних почвах очень важно, самый один из ярких индикаторов, это, конечно, две корни. Корни всегда индикатор былой поверхности, и горизонты с максимальной выраженностью корней находятся ближе к поверхностным горизонтам поля почвы. Вот здесь видите на картинках, как прекрасно сохраняются следы корней, вот скажем, Девонские поля почвы, это Сладборд, Штутсберген, да, вот горизонтальные корни, по-видимому, это была какая-то полуполотная почва, да, потому что такие корни как раз в области места обитания в деревьях бывают, да. А здесь вот тоже корневая система, это поля почвы воронежской антиглизы, вот, здесь видно, что эти корни замещены уже гематитом и гетитом, то есть была тоже какая-то влажная обстановка, да, вот этой самой, но тем не менее древесная растительность еще произрастала, вот, то есть даже по корням можно определить непростительность. Сейчас классификация корневых остатков хорошо разработана поля ботаникой, корни аналометически проще, чем наземные почвы, чем наземные части растений, и, в общем, по ним тоже можно прекрасно определять характер растительности. Но тут, значит, два обстоятельства. Можно спутать с ходами землероев, вот, и кроме того, как мы знаем, корни не встречаются в отложениях старше селура, главный уровень даже Девона, потому что вот высшие растения появились у нас только начиная с селура, но и особо развелись в Девоне, а ходы без позвоночника начинают с Ордовы. Вот здесь прекрасно, вот на этой картинке видно замечательно, так называемый, рисоконкреции, то есть когда-то вот эти корни, естественно, какой-то там травянистая растительность, типа прерия, да, вот, были замещены карбонатными, карбонатными соединениями, и таким образом у нас сохранилась замечательная вот такая, как бы, следы вот этой такой продуктивной, высокотравной прерии, ну или саванны, в общем, травянистого такого сообщества, да, вот. Очень часто представлены оливковые ореолы, здесь показана схема, как они формируются, оливковые ореолы по ходам корней, вот они вот так вот выглядят, да, видите, корня уже нет совсем, но есть вот этот вот оливковые ореолы под черными процессами оглеения, выноса железа. Или вот в прошлый раз у нас зашел вопрос о вот красноцветном материале и оглеении по ходам корней. Вот как раз здесь представлена вот эта вот глеевая трубка, так называемая, да, по бывшим ходам корней, это у нас пермские почвы, мы этот пример будем рассматривать в отдельные лекции. Вот видите, значит, красноцветный материал, но он обесцвечивается по ходам корней. Вот, видно такие вот, видите, по ходам корней, обесцвеченные зоны, вот, это уже при большем увеличении, на микроуровне, и, наконец, под электронным микроскопом эти обесцвеченные зоны вот таким образом выглядят. А это следующий показатель, индикатор, это ходы землеродов. Естественно, они тоже привязаны каким-то образом, так или иначе, связаны с поверхностями, так непосредственно, и могут долегать на определенной глубине от бывшей гулой поверхности. Но, тем не менее, они тоже очень симптоматичны и, как минимум, заставляют нас задуматься о том, что здесь, по-видимому, была почва. Они представлены, как я уже сказал, биологическая ретопись, начиная с обновика, но, главное, у вас не даже с сего уровня. Структура. На границе поля почвы осадок резко меняется структура. Видите, когда вы видите вот такое вот изменение, то у вас должно возникать подозрение, что здесь, возможно, был перерыв посадка и накопление, и могла формироваться почва. Структура бывает замечательно выражена. Вот это вот я тоже, кстати, был в этом месте на этом разрезе в Бразилии, и с помощью вот этого геологического молотка выкалываются эти орешки, которые вначале мелкие, потом становятся крупнее. Это камушки, конечно, просто с полностью идентифицированным осадок, но прекрасные совершенно орехи распадаются до сих пор с кутанами, вот и в шлифах получаются кутаны. В общем, это вот такие вот горизонты БТК, то есть горизонты с глинистыми кутанами, и еще уже диагенетические или в результате смены природной обстановки более редные, они пропитаны карбонатами. А вот, например, тоже будем мы на одной из лекций рассматривать происхождение черноземов. Вот самые древние черноземы настоящие появились у нас 7 миллионов лет назад, в позднем миоцене, и вы видите, что структура, зернистая структура, которая славится современной черноземой, она прекрасно сохранилась вот в этом мире. Почва не идентифицирована, ее можно также копать, отковыривать, и вот зернистая структура такая же, как в современном черноземе. Сликинсайды. Вот это я должен пояснить. Значит, есть такие почвы, которые называются слитые почвы или вот по международной классификации мертисоли, их называют, это глинистые почвы, содержащие большое количество смектитов, набухающих минералов глинистых. И они, как правило, формируются в половых частях террас, вот именно в таких местах обитаниях, где есть периоды в семигумидной и семиаридной обстановке, где есть периоды иссушения и увлажнения, то есть контрастные, сезонные контрастные способы. И в циклы, влажные климатические циклы, сезонные, они набухают, а в сухие циклы они растрескиваются, и масса глинистая, она сдвигается. Формируются вот такие сликенцайды или зеркала скольжения. Ну, примерно под углом на 30 градусов вы видите, да? Вот. Это очень распространенные поля почвы, мы при рассмотрении очень-очетвертичных почвы будем часто к ним обращаться, поэтому я вот так подробно и стараюсь рассказать. Вот. Вот. И вот видите, здесь сликенцайды, бризонт АБТ, бибонский почв, то есть вот там 400 с лишним миллионов лет, они прекрасно сохранились. Вот то же самое уже в меловых, в позднемеловых почвах сликенцайды такие, да? Ну, а это вот следы корней этого солейства и мариологии. То есть структура прекрасна, и вот такие эффекты, как структурные эффекты, они прекрасно сохраняются даже в очень древних почвах. Ну, а дальше вот те, кто проходил практику по почвоведению когда-нибудь, далее по всем свойствам почвы. Свет, структура, гранометрический состав, новообразование. Вот здесь представлены новообразования, которые также прекрасно сохраняются в полях почвы. Вот глинистый кутан в горизонте БТ, вот глинистый кутан в вулканических почвах. А это вот карбонатное новообразование. Вот видите, такие карбонатные конкреции в лесу материали, Владимирское поле. Вот. Тоже они очень симптоматичны. Естественно, кутаны говорят нам о промывном режиме и достаточно в влажных условиях. А карбонатные кутаны, они говорят нам о периодах сушения полуаридов в каком-то режиме. Иногда очень непросто различить почвенные и породные признаки. Как правило, почвенный горизонт имеет резкую верхнюю и постепенную нижнюю границу. Но могут быть и исключения, например, с нейтогенной почвы. Вот видите, значит, вот эта вот толща почвы развивалась в условиях, когда параллельно с этим продолжалось лесовое осадкое накопление. И поэтому вот эта верхняя граница размыта, что довольно часто бывает в лесово-почвенных сериях. Очень часто сложно разграничить свойства современной реликты. Это, прежде всего, касается, конечно, поверхностных поля почвы. Но и в древних почвах они тоже очень часто полигенетичны. И там задача очень непростая распознать, ну, скажем, горизонт БТ и БТК. Как я уже говорил, да? БТ – это горизонт гумидного почвы образования со свободным дренажем. А БК – это горизонт более ридный. Вот они представлены в одном и том же профиле. И ясно, что речь идет о каком-то смене природной обстановки во время формирования этой почвы. Или, скажем, вот это у нас представлены почвы, так называемые, со вторым голосовым горизонтом. Вот видите, первый, а это второй голосовый горизонт. И вторые голосовые горизонты, может быть, реликтовые или какие-то другие. Но, во всяком случае, они не связаны с природной обстановкой. Хотя по этому поводу до сих пор ведутся еще эти споры. Как это можно оценить и решить? Прежде всего, нужно понять, насколько свойства соответствуют наблюдаемой ландшафтной обстановке. А основы разделения – это полевые исследования с использованием почвы, геморфологических, стратеграфических подходов. Ну и, естественно, весь арсенал лабораторных методов современных тут, в общем, нам необходим. Когда-то Василий Васильевич Докучаев, мы переходим к теме уже ландшафтной интерпретации поля почвы, предложил такую формулу – почва, зеркало, ландшафт. Ну вот, уже на моей памяти даже наши учителя, тогда их многие воспринимали как молодых хулиганов, Илья Андреевич Соколов и Виктор Ильич Гульян, они сказали, что почва, да, она, конечно, зеркало ландшафта, но иногда она бывает немножко кривоватая зеркало. Вот, и тогда это было на уровне такого, как бы, вот, курьеза, что называется, но потом со временем пришло понимание очень важной вещи, что почва не только зеркало ландшафт, почва еще и память ландшафта, то, о чем вот говорила на прошлой лекции Мария Артемовна. И память, почвенная память – это способность записывать и сохранять запись в природной обстановке. Вот, на прошлой лекции упомянули такого нашего почвоеда Никифорова, которого очень полюбили в Америке, прямой ученик Глинки. Вот, и здесь, видите, из специального раздела по истории палеопочвоведения Грегора Таллок, он представлен в числе восьми основателей палеопочвоведения. Вот, он был, кстати, белый офицер, воевал, потом попал в Америку в итоге, и там работал фермером, пока его не распознала почвенная служба США, и рекомендацию не дал Глинка. Вот, а в 60-м году, во время путешествия Хрущева в США, лицом к лицу к Америке, он сопровождал Хрущева в качестве переводчика, можно себе представить. Вот, но это так, мы отвлеклись. Ландшафтная интерпретация палеопочв. Задача, естественно, близка к задачам обычного почвоведа, который тоже, в общем-то, этим занимается, да, взаимосвязи почвных свойств, ландшафт. Но ландшафт в палеопочвоведении отсутствует, как правило, во всяком случае, в подлебенных вариантах нет ландшафта, и мы должны его каким-то образом реконструировать. И тут мы опираемся, конечно, естественно, на докучающуюся триаду, факторы, процессы, свойства. Мы имеем только свойства, и мы должны распознать процессы. Вот, и по ним уже представить себе, какие были факторы, то есть ландшафтная обстановка. Основой является генетический анализ, конечно. Детальный анализ свойств, учет генетических изменений, использование там, где возможны катенарные подходы, далеко не всегда. И, конечно, учет динудации и синхронного осадка накоплений. Как вы можете себе представить, вот вся эта задача, это достаточно сложная задача, как работа криминалиста. И фактически мы имеем дело вот с отдельными случаями. Каждый случай, каждое наше исследование достаточно уникальное, но, может быть, тем самым оно и особо интересно. Вот здесь представлена схема алгоритма реконструкции. Причем тут изображен самый простой случай, когда профиль полностью сохранился, все горизонты профиля. Вот мы имеем в виду, имеем в виду педагенез, осадочную толщу. Потом, значит, мы имеем педагенез с формированием почвенного профиля. И, наконец, мы должны учесть диагенез. То есть, привлечь модель диагенеза. И мы должны научиться читать вот эту последовательность и прямую, в обратном порядке для того, чтобы нам понять, что же у нас было на момент формирования вот этой самой почвы, какая была ландшафтная обстановка. В том числе и делить эффект диагенеза. Дополнительные сложности в этом процессе. Когда мы работаем с современными почвами, они, в общем, как правило, не возникают. А тут мы должны понимать, что разные породы обладают разной литосенсорностью. То есть, они по-разному реагируют на воздействие природной среды. Дальше. Топ разнообразия. Сейчас мы прекрасно представляем себе, где мы копаем почвенный разрез. На склоне, на вершине и в понижении. Но в геологической летописи мы далеко не всегда сходу можем это понять. Мы должны специально поработать на тем, чтобы понять, где формировалась эта почва, когда она была где-то времена. Ну и, наконец, хроноразнообразие. Представьте себе, что почва, молодая, средняя, так сказать, возраста и зрелая, они могут различаться между собой. А здесь мы должны это учесть, каким-то образом понять, когда мы имеем что-то одно из этого, что это у нас, уже зрелый сформированный профиль или только начавшееся почеворазование. Для того, чтобы понять, что за обстановка была во время формирования почвы. Генетический анализ почвы. Ну, мы уже говорили, когда говорили об обнаружении поля почвы. Здесь работают, конечно, все эти вот эффекты, как строение профиля, наличие гиагностических горизонтов, карбонатных, значит, аридных обстановок, глеевых, значит, или увлажнения, почвная структура, зернистая, ореховатая, зернистая для черноземов, тоже характерная, ореховатая для горизонтов, б подзолов. Ну, кротовины, значит, степные условия. Конкреции вот на образовании очень симптоматичны. Вот карбонатные железисти сразу разносят нас по обстановкам аридные и гумидные. Но дальше начинаются детали, количество конкреции, их состав, соотношение, скажем, железа к марганцу. Вот степень влияния может нам показать, все степени переувлажнения. Сложные кутаны, очень информативные. Они показывают нам смену ландшафтной обстановки в процессе формирования почвы. Например, клинистые карбонатные, допустим, кутаны, они показывают аринизацию или, наоборот, более гумидные процессы. Ну, вот гумусовый горизонт, как показатель ландшафтной обстановки. Следует отметить его мощность, содержание органики, естественно, измененное диагенезом, типа плотность коротовины, если они есть, ну, изотомный состав углерода. Он, кстати, очень информативен, об этом будет специальный у нас раздел после лекции, посвященный методам изучения поля почвы. И в совокупности геморфологическими данными мы можем на основе такого анализа реконструировать температурный режим, гидрологический режим, тип растительности и так далее, и так далее. Мы уже говорили о следах корней, да? Но вот следы корней, их характер и степень выраженности дают представление об условиях дренажа. Скажем, латеральная система характерна для перевлажненного конша, а глубоко проникающий корень для хорошо дренированных почв. Сочетание древесных и травянистых растений для лесостепных мест обитания. И вот для прерий характерны глубокие корни. Вот эта вот табличка была основана на основе большого количества эмпирического материала еще в начале XX века, но вот ее известный поляпочовец Вертала, который я уже упоминал, использовал как шаблон для черноземов позднего неогена, для позднего неоценного чернозема. И, в общем, получилось так, что она работает, потому что вот этот характер корневой системы, он прекрасно соотносится с другими свойствами, со структурой, с глубиной залегания карбонатного горизонта и даже с наличием вот этих самых провинтологических остатков этих почв. Вот уж совсем курьезный индикатор. Это, значит, отпечатки динозавров на метамортизованных соляных корках. Это вот как раз тот самый Нюрский берег, вы видите, динозавры. Значит, вот, видимо, в соляной корке, значит, была достаточно аридная обстановка, но вот когда он вышел погулять, этот динозавр, то было, в общем, достаточно влажное утро, да, и вот остались его отпечатки. А если серьезно, то вот, конечно, один из очень важных индикаторов, наши дорогие крелитологи, это, конечно, мерзлотные структуры. Почему? Потому что, во-первых, они имеют прямые аналоги в современной крелитозоне, и мы, читая ваши работы, или даже со собственного опыта применяем, мы можем каким-то образом конструировать условия формирования этих структур. Во-вторых, как и корни, мерзлотные структуры тоже индикатор дневной поверхности. Они так или иначе связаны с некой былой поверхностью. Вот, и здесь как раз вот показана, видите, замечательная такая лесопочечная серия Волоноподоли на Украине, когда представлена вот международная почва, которая потом была разбита сетью этих самых мерзлотных структур, причем, вот, видите, такое, значит, типа даже забиральное отложение здесь, я так понимаю, сформировались. Вот, а потом следующий уровень криогенеза на новом осадке, да, вот уже сюда, значит, бьет следующее жило с новой поверхности, мы уже не формируем с такой мощной почвой, и часто бывает, что невозможно и различить какую-то почву, но, тем не менее, это тоже какая-то остановка, которая дала начало этой мерзлотной структуре. Это тут чай типик. Вот, где справа, выточки, ну, следующая тема, это приуроченность поля почвы. Мы уже упоминали с вами, что встречаемость поля почвы определяется геологическими несогласиями. Вот здесь как раз пример такого несогласия, и вот здесь, вот на этом поверхности раздела между двух фаз осадков накопления, значит, в данном случае, видите, известняки перекрыты песчаниками, да, вот, то есть, здесь вполне возможно, как правило, так и есть, формируется поля почвы, если они не были уничтожены циклами эрозии. Или это очень часто почва связана с циклами осадка накопления, сегмента если говорить о арогенезе, то поля почвы чаще всего приурочены к платформенным областям и особенно к областям опускания, это так называемые сегментационные равнины, где происходит накопление осадков и формирование ярусов погребенных почв. И надо сказать, что поля почвы достаточно редко сохраняются в геосинклинальных областях, где происходит обрезание гидрографической сети, генудация и уничтожение почвенных покровов. Но это, как говорится, теория такая, а практически у нас будет специальная лекция, посвященная архивам, поля почвы именно в горных областях. То есть они там тоже могут сохраняться в определенных условиях, и это очень интересно, потому что они такие же архивы поля гидрографической информации. Какие же главные архивы поля почвы? Вот может быть вас разочарует, но, конечно, чаще всего поля почвы встречаются в древних олювиальных толщах. Потому что здесь они покрываются следующим слоем осадка, и таким образом хотя бы вот такой коскосной эрозии они защищены. Скажем, в древних олювиальных толщах вайвинге в США представлены до 1200 горизонтов поля почвы. Надо сказать, что эти вот циклы почвообразования, осадковые накопления далеко не всегда связаны с изменениями климата. Часто ритмические колебания локального такого уровня, тектоническая активность и так далее. Поэтому под ним сложно очень воссоздавать глобальную картину эволюции природной среды. Но тем не менее получаются часто интересные результаты. Тефропалеопочвенные серии и вулканические серии. Здесь представлены почвы между лавовым и покровом на стадии лавовых покровов. Но гораздо интереснее, конечно, это тефропалеопочвенные серии. Это один из тоже основных архивов полеопочвенных будет посвящена отдельная лекция Сергея Николаевича Седолову. Как раз здесь представлены тефропалеопочвенные серии в Мексике, когда вы видите, образуется слой тефры, на нем формируется почва, потом следующее извержение, еще один слой тефры, и опять формируется слой почвы. Чем замечательна тефра? Очень часто эти горизонты пепловые представлены так называемые long-distance макрос, то есть до нескольких сот километров часто они разлетаются, эти пепла, и поэтому покрывают огромные площади и позволяют нам даже изучать древнюю географию этих почвенных покровов. ну конечно главный наверное все-таки архив палеопочвенной это лесово-почвенной серии. Они наиболее ценны для палеогеографических информации и дают больше палеопочвенной информации чем все другие породы вместе взятые. Почему? Потому что здесь климатически обусловлено не только формирование почвы, но и формирование самих лес, которые в каком-то смысле тоже являются слабо выраженные почвы. И поскольку лесово-почвенная серия очень широко распространена в внутриконтинентальных областях, они позволяют проводить нам глобальные корреляции. Запись в этих самых лесово-почвенных сериях может быть очень подробной, вполне сопоставимой с океанической кислородной шкалой. Например, представьте себе, что вот это у нас С1, это почва последнего межледниковия на лесовом плато Китая. Видите, значит, здесь вот она развивалась совместно с меняющимся лесонакоплением, продолжающимся лесонакоплением, и поэтому она представлена раз, два, три, четыре, пятью стадиями. Польшевая С1, это наша вот низ 5Е, она представлена пятью стадиями. У нас вот этому архиву, одному из наиболее важных архивов по лепочке, будет тоже посвящена специальная лекция. Вот дюны, морские террасы и так далее. В данном случае изображена дюна, почва на дюне. Если вот вы выйдете на древнюю террасу, да, волки, там, аки и так далее, то фактически под любой дюной вы увидите нечто подобное. Почвы, погребенную почву, позднепостоценного, как правило, возраста. Вот. Ну и дальше начинал новый цикл активизации новых процессов. И вот формируются такие вот очень интересные архивы. К сожалению, тоже не всегда привязаны к изменению климата, хотя сейчас в последнее время связь с климатом все больше и больше прорисовывается до этих почв. Палеопочвы в ледниковых осадках, межмаренные слои, тоже очень важный архив почвовообразования Палеопочвоведника. Древние коровы ветри в нем. Мы уже говорили, что Палеопочва это паролювиальная и верхняя часть ортаолювиальных коровы ветри. То есть это продукты Палеопедалитосферы. И фактически это остатки древних тропических коров и ветри вания. Все коалиновые, бокситовые, гидрослюдистые месторождения на земном шаре, коалиновые породы русской равнины, бокситовые месторождения и так далее. Так что это тоже очень важный архив, особенно при изучении дочери торпичных почв. угли. Уголь это не просто уголь, это погребенные торфяные почвы. И, конечно, это тоже очень большой источник полигеографической информации. Естественно, в основном они были, формировались в нескольких геологических циклах. Карбон, Девон, в зависимости от обстановки. Мы будем специально об этом говорить, о поле почвах карбона. И про слои каменного угля один из основных источников полигеографической информации вот этих самых обстановок. Там есть не только, конечно, угли, интересные не только угли, но это стилающие углеотложения, о чем мы специально будем говорить. Долювеальные отложения. Вот как-то им раньше пренебрегали, а в последнее время обнаружили, что это прекрасный архив полигеографической информации. Это, как правило, перевернуты такие профили. Скажем, гумусовый горизонт залегает внизу, а потом он покрывается другими горизонтами по мере смывания сноса этого материала с верхних позиций. И вот здесь представлены уже подробные литировки, которые показывают нам последовательность этого сноса. И мы можем использовать различные методы геоморфы и так далее изучать уже обстановки формирования этих почек и обстановки различных этапов сноса. И, наконец, это у нас объекты археологического почвоения. Это, конечно, и курганы, как вот здесь представлены древние славянские курганы, грунтовые могильники, культурные слои древних поселений, древние земледельческие пастбищные ареалы. Они дают нам очень важную информацию о природной обстановке сопровождающих древнего человека, ну и просто природной обстановке, прежде всего голоценном в данном случае. У нас объектам будет посвящена напрямую одна лекция и много еще будет сопутствующих лекций, посвященных вот этим самым обстановкам, объектам. Ну и последний слайд, который я хочу сегодня продемонстрировать, это так называемые возрастные группы поля почв. Надо сказать, что они представлены здесь, это разделение условно, как в природе, вообще нет никаких жестких границ, но тем не менее, четвертичные поля почвы дают нам главные тренды в развитии наземных экосистем. Четвертичные поля почвы содержат детальную запись о динамике ледниковом-желедниковых циклах и позволяют моделировать глобальные изменения климата, что очень важно сейчас. Голоценные поля почвы показывают нам динамику ландшафтных зон голоцения и воздействия деятельности человека. Кроме того, можно проводить сопряженный анализ естественной культурной эволюции, зависимость миграции, допустим, природной потановки и так далее. Ну и поверхностные поля почвы показывают нам устойчивость реликтовых признаков, влияние реликтовых свойств на характер их использования. И кроме того, очень важно, что мы можем понять реликтовую основу современного почвенного покрова. Я благодарю. Да, вот эти области в основном являются объектом археологического почвоведения. Это полеолит у нас, а здесь естественно более поздние археологические эпохи. Вот. И теперь я готов наверное отвечать на вопросы. Александр Ильич, большое спасибо за, как всегда, прекрасную лекцию. Я думаю, что будет много вопросов. У нас довольно много собралось. Коллеги, давайте начнем задавать вопросы. Кто бы хотел первым? Можно поднимать руки. А можно вопросик? Так, да, пожалуйста. Александр Олегович, спасибо большое за содержательную лекцию. Вопрос касаемый, вот вы упомянули про почвы ледниковых, межледниковых отношений. Можно пояснить, вот какие важные признаки для почвы в пределах Мариены, например, можно увидеть? Спасибо большое. В пределах Мариены в пределах Мариены. На Мариенах формируются почвенные профили. И эти профили достаточно информативные. Вот, скажем, у нас будет посвящена упомянутая почва на Мариенах, специальная лекция, посвященная поверхностным полям почвам. И там мы будем как раз разбирать, что, скажем, московские Мариены, они у нас пережили несколько, два цикла почвеобразования, не включая ледниковых этапов. Вот, и они содержат достаточно богатую информацию о этих различных этапах почвеобразования. Так, вижу Андрея Валерьевича поднятую руку. Андрей Валерьевич. Александр Ильич, огромное спасибо, было захватывающе. У меня два вопроса, один относительно общий, другой частный. Вот, когда мы говорим о решении обратной задачи по характеристикам палеопочвы реконструкция ландшафтной обстановки, то вот этот вопрос. Как, какие подходы к тому, что у нас остается неизвестным очень важный параметр, это локальный ландшафт или микроландшафт, который был, существовал в то время, когда формировался данный почвенный профиль. Это хорошо, если мы в карьере, где вскрыто на протяжении десятков или даже сотен метров, и мы можем проследить все катены, которые там есть, а если дело происходит просто в разрезе, в шурфе, например, или в узкой рассчитке, то как мы сможем внести коррекцию на геоморфологическое положение? Было это вложбинки местные, западения, от которых зависел водный режим, мы видим там следы, например, какие-то гидроморфности, а вот как мы узнаем, это из-за ее локального положения было, вверховой, это болот или приболотная часть, или это климатический сигнал, какие здесь подходы существуют? Ну, подход на самом деле только один, принцип актуализма, то есть мы все равно должны выстраивать аналогии с какими-то современными условиями, я хочу сказать, что даже изучая современную почву, мы далеко не всегда по какому-то одному объекту, одному разрезу можем представить себе, расшифровать основные процессы формирования этого профиля почвы, тем более это относится к поля почвам, то есть просто нужно нарабатывать опыт по совокупности обнажений, предположим, по совокупности расчисток, и каким-то образом все-таки выйти на то, что мы будем понимать не только отдельную почву, но и почву как компонент некого почвенного покрова. Некоторые вещи, естественно, являются причиной целого ряда ошибок интерпретации. Это как бы неизбежно. Но тем не менее, во время наших уже дальнейших лекций, сегодня все-таки была тоже своего рода обзорная лекция, во время наших дальнейших лекций мы постараемся на отдельных примерах, на отдельных кейсах, как я говорил, все-таки показать, как это можно реализовать. Не всегда, но мы в общем-то к этому стремимся и во многом успешно. И частный вопрос. На одном из самых первых слайдов, там, пятый или шестой, примерно так, была фотография разрезанной берегу Аби, вот там, где говорилось про реэкспонированные почвы. И там было три, да-да-да, вот это совершенно верно, вот там было три почвенных горизонта, которые погребены и затем выходят на поверхность. А какие возраста этих почв? Вы знаете, я могу сказать, что вот до сих пор мы не имеем на руках возрастов. Значит, мы знаем, что примерно вот на этом уровне проходит граница Брунус-Матуяма, 19-я стадия, мисс-19, да? Она приходится не на почву, она приходится на порогу, на лес. Вот. Значит, считается, что эти почвы у нас представляют три межледниковья. Ну, каких именно, это вот пока я бы просто я могу заслаться на ученых, но все-таки мне это остается пока не ясно. То есть, это древняя почва, древняя межледниковья, начиная, скажем, с мисс-9, вот, но это все пока очень умозрительный и это относится не только к этому разрезу, это относится недалеко разрез, это Володарка, да, недалеко разрез Белова, который очень хорошо изучен на Зикиной и тут же другие разрезы и не только на Аби, на Енисеи, они пока все вот остаются в таком состоянии. У Белова есть серия из-за солидат которые не опубликованы там, по-моему, 40 дат, которые не вписались. Ну вот ждем. Не вписались. Ну не вписались, да, наверное, не вписались, хотя, конечно, само по себе интересно, как они не вписались и чем. Наверное, мы все-таки увидим, когда и оценим, что с ними произошло. Большое спасибо. Так, вижу поднятую руку у Натальи Олеговны и потом я из чата прочитаю вопрос. Наталья Олеговна, пожалуйста. Спасибо. Александр Олегович, я на самом деле тоже увидела вопрос в чате, он в чем-то перекликается с моим. Вот все-таки диагенез или инерционность? Ведь известно, что фактор меняется, там почва, допустим, погребена чем-то, а свойства-то ее продолжают оставаться теми же и достаточно продолжительное время. Состав обменных кондиозов 100 лет, там валовый состав в тысячу лет. Как интерпретировать все-таки вот события во времени, если почва обладает инерционностью? Почва обладает инерционностью и почва не всегда бывает затронута диагенезом. Вот я на следующей лекции привлеку материал по поля почв карбона, когда даже PH находится в соответствии с другими свойствами, которые показывают, что почва формировалась в семиаридной обстановке. Понимаете, вот это тоже такое может быть. Инерционность и не всегда диагенез включается. Иногда бывает так, что фактически диагенез не меняет свойств. Ну, кроме, конечно, таких однозначных, когда происходит уплотнение, там, всегда происходит уплотнение, всегда происходит уменьшение содержания органического вещества и так далее, и так далее. Но все-таки вот многие свойства почвы, они остаются в нетронутом диагенеза. Это нужно просто, я говорю, вот на конкретных случаях все подробно расшифровываю. И мы такие примеры будем с вами проходить в отношении самых разных точек. Нам уже математиков привлечь, начать уже какие-то формулы про инерционность, начинать разрабатывать. Мне кажется, уже пора. Какие-то графики, вот то, что Астраумов предлагал в свое время, с характерным временем, с амплитудой изменений. То есть уже количественно, наверное, можно начинать описывать. Но у меня на самом деле есть еще один маленький вопрос. Это просто комментарий. Я прописал на детали, Олеговна, по поводу количественных методов. Значит, вот я не знаю, как там в следующей лекции по методам будет это входить или нет, но с ними есть много неясностей. Действительно, в последнее время стараются вводить количественные методы, скажем, на основе которых определяет степень выветренности или там даже реконструкцию среднегодового количества осадков или температур по степени геохимических коэффициентам и так далее. Но там есть масса неясностей, потому что люди, которые их предлагали, они предлагали их, возможно, совершенно справедливо, но те, кто их использует, не всегда учитывают, например, такую важную вещь, как однородность, исходная однородность породы. То есть часто они применяются просто ко всей толще породы, вне зависимости от того, однородна она или нет. И тут надо быть очень аккуратным. То есть настолько многофакторная система, вот однородность породы, потом, значит, действительно был диагенез или нет, что мы рассчитываем, если мы не знаем, был он или нет. Понимаете, вот тут, конечно. А в целом, конечно, надо пробовать. Я приветствую и то, что предложил Острову. Спасибо, да. Можно я сейчас маленький вопросик у меня с прошлой лекции покой не дает. Почему вы оглеение называете обесцвечиванием? Оглеение процесс очень разносторонний, и в нем есть такая часть, которая связана именно с эллювиальный глеевый процесс, именно с выносом железа. эллювиальный глеевый процесс. Потому что это один из вариантов, один из кейсов, так сказать, в процессе оглеения. Просто меня это зацепило, потому что мне всегда казалось, что оглеение это, наоборот, расцвечивание. Железистые пленки снимаются, и мы видим исходный цвет минералов. Хлориды зеленые, там, вивиониты голубые. Наоборот, железо замазывает нам все исходную ситуацию, природную, когда выпадает лосатка. Это глеение связано... Нет, нет, я думаю, тут нет противоречий, потому что вы сами говорите, что где-то снимаются пленки, и мы видим действительно обесцвечивание, а где-то оглеение вызывает, наоборот, замазывание и формирование пленок железистых, конкреции, и это будет уже другая сторона того же процесса. Ну нет, все равно двухвалентное железо или трехвалентное, то есть тут четко снятие пленок и я сожди. Ну я поняла вас все, вынос, спасибо. Так, вопрос из чата от Елены Дмитриевны Шеремецкой, у которой сегодня плохая связь, к сожалению. Есть ли примеры, когда в процессе диагенеза почв все же меняется механический состав горизонтов и какие процессы несут за это ответственность? когда в процессе диагенеза меняется геометрический состав, я честно говоря таких случаев не знаю и даже предположить не могу. Вот если бы это был какой-нибудь метаморфизм, там гидротермальная обработка мощная, да, то конечно это возможно. А так в общем что же такое при диагенезе такие процессы мне кажется я не могу себе представить. Спасибо. Так, кто еще хотел бы задать вопрос? Что-то я не вижу. Можно я задам вопрос, Бородин? Да, да. Я не знаю как руку... Так, стоп, у меня собака. К вопросу наверное в продолжение двух предыдущих. Где заканчивается почва и начинается допустим прибрежный ил? Это вот для меня как полного непочеведа. Ну прибрежный ил ну да почва имеет ясные признаки почвеобразования. Более или менее ясные в зависимости от степени выраженности. То есть это все-таки должны быть какие-то накопления органики и структура горизонтное строение что еще там естественно наличие корней какой-то или там других каких-то биогенных элементов. То есть в общем почва должна иметь признаки почвы. Она в общем даже если она сочетается даже если она формируется в прибрежном ил? Такой тоже очень частый случай что замедление накопления этого ил? позволяет развиваться почва. Вообще между осадком накоплениями почвы нет жесткой разницы то есть когда скорость осадка накопления велика то почва не успевает формироваться формируется чистая осада а когда скорость осадка накопления недостаточно велика то происходит одновременно почвеобразование и осадка накопления такое часто бывает как я уже говорил в лесовых отложениях в алювиальных отложениях и вулканических отложениях есть и другие случаи и наконец когда происходит достаточно полная остановка осадка накопления то формируется почва без признаков дополнительного осадка накопления вот такая вот градация и в принципе если идет почвеобразование то его всегда можно распознать вот по этим признакам то есть структура новообразования наличия органического вещества а самое главное что если почва зрелая она должна иметь гривотное строение можно я еще немножко дополню тут еще такая история есть что вообще говоря есть представление о подводных почвах есть некоторое количество специалистов которые те тела которые в осадках подводных формируются инситу называют почвами тоже рассматривают их формирование как почвы вот на мой взгляд собственно прибрежные илы они тоже их тоже можно рассматривать как почвы и собственно искать в них следы инситного преобразования существует например очень много биогенных илов где формируются капрогенные структуры тут уже вопрос о терминологии то есть если мы видим не видим в осадке скажем в этом прибрежном или не видим следов активного современного осадка накопления но зато видим следы инситной проработки скажем следы деятельности микро или мезофауны то мы можем рассматривать это как уже почвенные признаки спасибо большое так вижу поднятую руку Александра Бухонова пожалуйста здравствуйте Александр Олегович у меня вот вопрос я смотрю на слайд погребенные реэкспонированные почвы вы говорите про сохранность структуры насколько она сохранна при переуклотнении ее то есть экспонированные почвы они будут обладать уже абсолютно другими свойственными признаками да действительно вот эти реэкспонированные почвы ну и погребенные почвы они обладают почвами свойствами отличного от современного от современных ну скажем вот я не знаю успею я в процессе наверное все таки не успею рассказать вот как раз когда я буду рассказывать про архивы лесопочечной информации рассказать об этих сибирских лесопочечных сериях но там вот эти почвы представлены вот такими вот черноземными с мерзлотными признаками языковатые горизонты черные и так далее а вот в целом здесь вот у нас это сухая степь вот и представлены здесь почвы совсем другие почвы но когда вот эти почвы выходят на поверхность мы как раз вот здесь показывали студента показывали студентам слушатели вернее нашей школы показывали вот эти разрезы где сочетаются очень причудливо свойства вот этих древних почв и современного воздействия потому что вот они вышли на поверхность и какое-то время они находятся на поверхности вот и они сохраняют естественно они очень резко отличаются собственно вот тех почв которые формируются подальше от бровки в собственно современных условиях условиях сухой степи здесь представлены южные черноземы а эти вот имеют вот эти самые свойства черноземов мерзлотных с признаками сезонного переувлажнения и так далее и так далее то есть на поверхности уже вот именно черноземы с сезонным переувлажнением да получается с мерзлотными признаками прежде всего мощные мощные черноцветные горизонты с языковатыми такими структурами вот сезонного промерзания вот в то время как здесь у нас представлены гипс карбонаты вот и бледные гумусовые горизонты которые характерны таежных черноземов то есть совсем в общем другие почвы но при этом в погребенных почвах структура сохраняется да структура сохраняется понимаете вот я же даже показал вам примеры литифицированных почв то есть почва пролетелась в камень но вот это же просто удивительно когда берешь молоток геологический начинаешь ее препарировать она просто в руках распадается на орехи то есть это бывший горизонт БТ так называемый горизонт ореховатый с длинными титанами и он вот так же распадается даже литифицированном виде а если почва не литифицирована вот как я говорил вам позднее миоценного чернозема 7 миллионов лет структура зернистая вот она просто так же и сохранилась как зернистая структура а сохранность вот этой структуры она первоначально обеспечивается темой исходной карбонатности то есть это сначала цементируется карбонатами потом только это зависит от характера структуры если речь идет о зернистой структуре черноземов то это собственно говоря гумусово-глинистые агрегаты обеспечивают высокое содержание органики и деятельность конечно не запалная очень вот совокупности вот они это капролиты это прежде всего капрогенные так называемые структуры то есть агрегаты прошедшие через это для червей что-что для почвы сухостепной допустим зоны вот даже современных а там да там карбонатный цемент очень важное значение имеет он вообще имеет значение не только для почвы но и для лесов как таковых карбонатный цемент очень оказывает такое действие собственно говоря когда он разрушается в процессе допустим порашения даже происходит коллапс так называемый да а скажем вот в лесных почвах лесных да где вот формируется текорезон КПТ то структура формируется в результате очень сложной совокупности процессов которые включают в себя и промерзание и сушение и цементацию там допустим глинистыми кутанами и так далее и так далее очень сложный процесс и последний вопрос поддержание органики допустим палеопочв и современных сильно варьируют друг от друга или да в погребенных почвах как правило резко уменьшается содержание органики вот несмотря на то что вот эти горизонты ярче чем гумусовые горизонты дневных почв вот содержание органики в них меньше процентов но меньше процентов сейчас по-моему даже в современных некоторых светлокаштанов ну да но не в черноземах понимаете вот они по облику своему это почва черноземного облика они черные вот они значит вот достаточно яркие гумусовые горизонты но содержание органики в них невелико то есть в принципе это вот результат как раз диагенеза теряют получается где-то да они теряют они однозначно теряют и как раз вот то что ты говорила Наталья Олеговна по применению математических методов вот тут как раз с помощью расчетов на датированных поверхностях получены такие представления сколько и за какой период теряются органики после погребения спасибо большое простите а сразу вот к этому Валентину можно спросить да да конечно Александр Олегович а вот если органическое вещество уходит в процессе диагенеза а что же тогда отвечает вот в этих вот почвах бывших чернозем за их темный цвет за счет чего цвет ну уходит часть органики а часть органики остается причем вот есть устойчивые фракции гумуса вот они прежде всего и сохраняются они кстати наиболее древние устойчивые фракции гумуса если их определять в совокупности гумусовых сединений они как раз для датирования очень удобны потому что они дают наиболее древние даты на самом деле можно я дополню еще по поводу органики с этим органическим веществом темным все немножко не совсем понятно потому что как бы если мы возьмем зональный ряд почв то конечно мы имеем самое темное органическое вещество в черноземах где больше всего органического вещества да но вот когда черноземы как Александр сказал теряют свое органическое вещество при за счет диагенеза да цвет все равно остается вот и например ну вот просто уже по опыту в каких-то полугидроморфных тоже почвах там оторфованных тоже остается цвет хотя органика теряется хотя например полугидроморфных почвах вот этой вот самой устойчивой фракции да там того что называют гуминами гуминами да или органическим веществом гумусом связанным с кальцием да их мало этих фракций то есть вообще это не очень на самом деле понятно и не очень исследованный момент почему так много органики потерялось а цвет все равно сохранился много непонятно мария артемна квалификация во времени образа органика стремится к конденсации полнейшей да и обрубаются все боковые цепочки у ядра ароматического и поэтому уголь конечная стадия органики он темнее всего на свете да черный уголь и собственно говоря здесь то же самое происходит такая вот просто не до конца этот процесс доходит да понятно но просто разные почвы по-разному сохраняются совершенно верно это еще от минеральной матрицы зависит да то есть это все очень непростой вопрос так я прошу починить что я встреваю в разговорах профессионалов но у меня будут случаи может моя актерна помнит у нас в Воронежской области на хапре погребенная почва в борту балки вот под такими лёсами-нёсами ну под делювием скорее всего выше которого там у эссельдаты в районе 60 тысяч мы думали что это низ 5 е потому что он такого каштанового или черноземного облика вот но в ней значит общий органический углерод какие-то неотличим от фоновой породы оказался а почва темная-темная то есть я прям микулин-микулин говорил вот так случилось и за счет чего этот темный цвет ну например известно что очень темным цветом обладает органика всяких слитых почв хотя там органики изначально мало но они могут быть даже без органики очень черные то есть это вообще тонкий вопрос это качественный получается молекулу надо да смотрите да надо смотреть состав органического вещества конечно да и оптические свойства разных фракций так скажем вот а по поводу структуры я еще тоже хотела добавить к ответу на вопрос да конечно структура в поле почвы очень хорошо сохраняется это один из наиболее устойчивых признаков но бывают процессы в том числе диагенетические которые ну скажем так трансформируют структуру не то чтобы ее разрушают вот из личного опыта например формирование так сказать после существования почвы формирование всяких криотекстур структур может нарушать исходную смазывать так скажем исходные структуры там также зерницы и черноземные да но в этом случае довольно хорошо они идентифицируются на микроскопическом уровне но об этом тоже будет отдельная лекция я думаю я думаю что Марина Павловна нам расскажет вот об этом в дальнейшем я думаю по поводу органики этот момент Эля Павловна найдет возможность отразить в своей лекции по методам именно этот момент чтобы какие-то пояснения какая-то ясность большая ясность возникла на нашей аудитории да может быть у кого еще вопросы не вижу поднятых рук кто-то может быть не поднял руку но хотел бы задать вопрос Александр Олегович а можно еще один вопрос вот интересный факт вот понятно мы сейчас посмотрели по черноземам а вот по тундровым почвам в разрезах вот как их различать и четко вот увидеть сказать что да здесь вот была тундра ну понятно что кориогенные какие-то моменты а еще вот цветовая гамма наверное да подскажите пожалуйста для тундровых почв не всегда вот вы наверное намекаете на глеевые признаки да но они широко распространены в тундровых почвах но далеко не всегда потому что у нас есть сухие почвы вот но на самом деле вся совокупность признаков и мерзлотная и глеевая и микрорельеф мерзлотный который часто наблюдается в поле почвах позволяет нам вот говорить о том что это почва ну конечно и всякие там вообще на самом деле так сложно отвечать на такие вопросы общие потому что скажем я знаю примеры тундровых почв возрастом порядка там 700 миллионов лет есть такие вот у нас я кстати покажу такие примеры да вот и есть тундровая почва недавно погребенная как положено да и есть тундровая почва полигенетичная вообще не погребенная это совершенно конечно разные ситуации и каким-то например мы можем применить биоморфный анализ да чтобы там что-то показать и сделать весь набор там допустим вот качественный состав органики и так далее а где-то мы вот вынуждены в лютифицированных древних толщах получать только отдельные характеристики так трудно конечно сказать сейчас нужно иметь объект под него подбирать уже набор методов которые мы можем применить спасибо большое спасибо еще вопросы будут кажется публика иссякла да ну что можно еще конечно да пожалуйста у меня звук просто пропадал поэтому может быть я не все сразу понял насколько я понимаю это была своего рода вводная лекция и детализация отдельных типов почв у нас будет в дальнейших лекциях да да вот а вот еще частный вопрос вот слайдиком выше где леса вот это можно посмотреть чуть крупней александр олегович александр олегович вы нас слышите вот на слайдик чуть-чуть выше поднимите ой ну ладно со связью да видим какие-то проблемы со связью хорошо ладно тогда я оставлю этот вопрос может быть на какой-нибудь я думаю что будет более детальный будет конечно еще отдельно тэфровые комплексы отдельно будут антропогенные всякие нет тут мне как раз вот эти вот лесово-черноземные лесовые будут еще отдельная лекция будет по лесу спасибо огромное коллеги сейчас меня слышно да александр олегович в общем до следующего семинара наверное оставим этот вопрос потому что я хотел сказать вот что я хотел сказать на самом деле по поводу вот своей как бы вот этой условно говоря вводной лекции что наш курс вот вы поняли да что полипочвение наука достаточно новая быстро развивающаяся и здесь очень много вот таких вот моментов которые отражают ну авторский что ли авторское видение да вот и поэтому несмотря на то что это учебный курс но многие наши лекции будут основываться в таком авторском видении включать в себя его и более того даже по просьбе нас попросили даже часть лекции дать как семинары чтобы была возможность обсуждения сегодня вот у нас видите как получается формально было заявлено что мы только слушаем задаем вопросы а обсуждение не предусмотрено но вот на этих семинарах будет еще и обсуждение они вот после курса они являются как бы его частью вот это я тоже хотел сказать а так программа у нас опубликована и там можно посмотреть какой будет порядок лекции спасибо спасибо коллеги ну что можно вопросы да пожалуйста пожалуйста Лилит правильно я понимаю спасибо здрасте Александр Олегович здрасте за лекцию и ну она конечно отличается от того что вы нам читали 8 лет назад хотела вас спросить в связи с тем вопросом который задавали в чате изменяется ли механический состав горизонта в процессе диагеназа а вот например если диагенное выветривание минералов вы встречали такое чтобы она меняла механический состав фракции ну вы понимаете значит вот действительно вы можете сказать что меня поймали потому что если мы имеем дело с погребенными почвами которые изолированы от воздействия считается по канону они должны быть изолированы от воздействия в современных природных условиях вот иначе они будут там не глубоко погребенные или даже не погребенные то есть они могут быть представлены вот этим так называемым поверхностных поля почек поверхностных поля погром полюгенетичный pardon конечно все по другому они испытывают воздействие современных условий если вдруг они попали под воздействие криогенеза то конечно там может происходить изменение герметического состава А вы вот находили где-то, где-то у вас такие данные опубликованы в вашей работе, чтобы посмотреть? Нет, нет. Это, вы знаете, вот у нас тут присутствуют многочисленные креолитологи. Конечно, да. Вот, которые, я думаю, что вам скажут гораздо лучше, как меняется, ну, я бы так сказал, я бы сказал осторожно, не меняют гернометрический состав, а дают свой, как бы, маркер своего присутствия, вот эти креогенные процессы, креогенное дробление и, может быть, коагуляция. Вот они, как бы, оставляют свой след на этих отложениях. Спасибо. Было интересно услышать про это в контексте болеопочеловек. Лилит, а вот завтра будет лекция Рогова, и я думаю, что он расскажет нам про вот эти детали преобразования гернометрического состава. Как раз про это завтра лекция будет, так что заходи. О, отлично. Спасибо большое. Александр Ильич, а можно еще у меня вопрос возник маленький, ну, такое теоретического свойства. Скажите, а вот правильно я понимаю, что вот в вашем видении все почвы дневные, у которых есть палеопризнаки, то есть которые пережили какую-то смену условий почвообразования, они являются палеопочвами? Или я что-то неправильно поняла? Ну, да. Дело в том, что если мы, конечно, будем говорить о степени выраженности, о степени выраженности этих реликтовых признаков, то мы, наверное, запутаемся. Или я, в высоком случае, запутаюсь. Но, в общем и целом, вот поверхностные поля почвы, или их еще называют по-английски relic soils, это почва с реликтовыми признаками. Их, по идее, должно быть достаточно много, чтобы применение к ним этого понятия было оправданным. Потому что в природе, конечно, есть все, что угодно, и плавные переходы между полигенетичными почвами и полигенетичными почвами. Но, в общем, если этот полигенез достаточно важен для понимания сути палеопризывания и для реконструкции, опять же, природной обстановки, то мы должны рассматривать их как реликтовые признаки и, соответственно, полигенетичные почвы или поверхностные поля почвы, что вообще является синонимом. Да, но просто, по сути, подавляющее большинство дневных почв, развитых, полнопрофильных, они, в общем, в той или иной степени полигенетичны. То есть, получается, что мы... Так в этом-то и правда, конечно. Да, с палеопочвами. Если мы по ним можем воссоздавать вот эти обстановки, былые обстановки, то это как раз в этом-то и большой интерес, и большая их ценность. Да нет, это здорово, да, просто вопрос к терминологии, да. Сначала к этому же можно, а тут более привычный, чем поверхностные палеопочвы, более привычный термин реликтовые почвы. Мы можем их, так сказать, называть как-то, мы же говорим, реликтовые черноземы Баварии, там, или там, Владимирское Аполе, там, или, там, реликтовые, там, серо-лесные, наверное, да? Вот я уже сказал, что с точки зрения вот этого определения Международной палеопочвенной комиссии, Софис Палеосолс или Релик Соилс. Понятно. Можно так называть, да, можно и так. Просто я их привел как поверхностные палеопочвы, потому что я говорил о всей совокупности палеопочвы. Понятно. Спасибо, очень интересно. Ну что, иссякли или еще вопросы? Все, да? Тогда благодарим лектора. Спасибо большое всем. Спасибо. И до следующей лекции через неделю.